Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзи Легенды. И сегодня у нас испытание Городская война Тенина Солнце. В этом испытании 8 эпизодов, ограничено количество героев. Будем играть за негативных персонажей. И для первого боя давайте-ка, друзья, я возьму классическую команду. Итак, Бибоб классический, Рокстеди классический, Крен классический и еще нам нужен Шреддер классический. Ну что ж, вперед! Вперед, посмотрим, как сработает классическая команда. Итак, встречаем первые волны не крыс. И для этого, и в начале боя Шреддер классический усиливает наш отряд. Благодаря своей медитации, отлично, неплохо. Вот Бибоб классический атакует при помощи гранатомета. Выбиваю и уничтожаю первую крысу. А дальше, друзья, я использую ядерную бомбу Кренга классического. Вот так здорово ее подает. Плюет и без проблем уничтожает оставшихся крыс. И мы переходим к следующей волне. Итак, вторая волна, в которой нас ожидают терминаторы-тараканы. Что ж, ничего страшного. Вот на сей раз подключаем Рокстеди классического. Итак, мощнейшая атака и Рокстеди выбивает очередного монстра. Отлично. Кроме того, Шреддер классический использует особую атаку. Меч Алибарда метает и выбивает очередного терминатора-таракана. Супер. Кроме того, давайте-ка я прокачаю усилию наш отряд. Вот Бибоб поедает попкорн, падает и у нас появляется иммунитет. Что ж, неплохо. Кроме того, Крен классический усиливает наш отряд. Вот особой обилкой у нас появляется дополнительная атака. Что ж, замечательно. Кроме того, давайте-ка я забросаю врагов гранатами. Это проделывает Рокстеди. Вот взрыв и оставшиеся монстры повержены. А мы переходим к третьей волне, в которой нас встречает левый карай. Что ж, здорово, друзья. И приходит время Шреддера классический, который призывает помощь из иного измерения, которое уже и сметает Лео с карай. Что ж, вот так здорово это все происходит. Это победа в первой волне и мы идем с вами дальше. Вот, а следующий отряд это у нас, да, наша награда это Карай. Переходим к следующему эпизоду. И для следующего эпизода давайте-ка я возьму команду мутантов. Итак, Бакстер, Муха, Рокзар. Вот, Астрозуб, Саблезуб. Ну, в принципе, можем уже на этом остановиться. Ну, и давайте-ка, друзья, наиболее крутого мутанта это Супер Шреддер. Здорово. Ну, что ж, необычный состав, необычная команда. Вот мутантов. И посмотрим, что мы сможем сделать. Итак, в первом бою мы встречаем вот роботов Крэнгов. Бой начинает Бакстер, Муха, забрасывает одного из врагов кислотой. Отлично. Выбивает. В свою очередь, Рокзар ударом когтей выбивает второго. И добивающий удар наносит Саблезуб. Здорово. Итак, первая волна уничтожена. Переходим ко второй. Вот опять же целая куча роботов Крэнгов. Вот и для них есть сюрприз. Вот. Супер Шреддер метает свои костяные кунаи и выбивает одного из врагов. Неплохо. Астрозуб привлекает внимание к себе. Лайт на врагов и вынуждает их атаковать. А вот Рокзар свою очередь метает когти. И приходит время опять же Супер Шреддера. Он активирует свое сердце. И благодаря мутагену у нас появляются особые свойства. Это исцеление на три хода плюс дополнительная защита. Что ж, очень здорово. Давайте-ка добьем оставшихся врагов. Плюет Бакстер Муха, выбивая очередного робота. И добивающий удар наносит Саблезуб. Есть. Очередной враг повержен. И мы переходим к третьей волне. Кто здесь у нас? Донни, Рав плюс роботы Крэнгов. Что ж, я думаю понемножку мы будем сейчас их уничтожать. Итак, удар плечом Астрозуба выбивает очередного врага. Рокзар вызывает черепашек и роботов на бой. А Бакстер Муха лечил, подлечить вот наш отряд. Отлично. Опять же, проявляются положительные эффекты. Но приходит время Супер Шреддера. И он, воззая констяные кунаи в землю, шипами из-под земли, просто шутя сметает оставшихся врагов. Что и приносит победу нашему отряду. Просто-просто чудесно. Ну что ж, здорово. Итак, вперед, друзья. Следующий отряд. Да, наша добыча это ДНК Донателла из мультика. Вот сейчас будем сражаться за ДНК Морозной Кошки. И давайте-ка, друзья, я уже возьму команду людей. Так, Бакстер Стокман, Крис Брэдфорд, Ксевер Монтес и Стеранка. Да, вот можем взять Зека, либо Хана. И я подумал, друзья, давайте-ка я Бакстера Стокмана уберу. Все-таки у него очень здорово выглядит этот робот-костюм. Пусть он сражается без него. Ну что ж, как-то так. Вот. В нем он больше походный на робота, поэтому нужно было выбивать Зека, Хана, либо менять на Стеранка. Я посчитал, что лучше вот вообще заменить. Как-то так. Ну что ж, неплохая команда людей у нас получилась. И начинает бой Зек, метая свой шлем Бумеранг. Отлично, Крыса уничтожена. Тем временем, Хан налаживает на вражеский отряд негативный эффект дебаф, уменьшает защиту. Вот. А Крис Брэдфорд все в свою очередь прокачивает дополнительную защиту для нашего отряда. У врага снята защита, а у нас наоборот добавлено. Кроме того, Ксевер Монте с ударом ноги пытается добить первую крысу. И у него получается, монстр повержен. Мы переходим дальше, но приходит время Стеранка. И он, стреляя из пулемета, добивает последнюю крысу. Отлично. Итак, движемся с вами. Дальше. Вторая волна. Давайте-ка посмотрим. Итак, целая куча терминаторов-тараканов. Вот. Первым наносит удар Хан. Удар с разборота ногой. И терминатор-таракан уничтожен. Зек стреляет выстрелом из пальца. Вот. Выбивая очередного терминатора-таракана-терминатора. А Крис Брэдфорд наносит мощнейший удар ногой. С разворота. Замечательно. Кроме того, вот Север пытается наложить на таракана негативный эффект. Уменьшить его защиту. Вот. Просто супер. И Хан просто тычком по уязвимым точкам серии удары добивает противника. И мы переходим к третьей волне. Третья волна. И здесь очень серьезный враг. Это Микеланджело. Нельзя ему позволять лечить врагов. Ну, кроме того, у Стиранка есть особый удар. Взрывчатка. Он стреляет с гранатомета. И шутя подрывает, уничтожает оставшуюся волну. И это идеальная победа на три звездочки. Просто-просто супер. Хороший результат. Хорошая битва. И мы идем с вами дальше. Итак, четвертый эпизод. Давайте-ка я посмотрю, кого бы взять для этого эпизода. Ну, давайте-ка я возьму тех, кто еще не участвовал. Итак, Биба Писфильма. Давайте-ка я возьму Рокст. Есть фильма. Отлично. Кто-то у нас еще не участвовал. Вот, я смотрю, друзья, кого бы еще взять. Вот здесь у нас практически Бакстер Стокман не участвовал. Но мне что-то не хочется его брать. Возможно, друзья, давайте-ка раз уже начали Биба Пи Рокст и собирать. Возьму Рокст и Кролика и Биба Па Кролика. Ну, как-то так. Вот, больше никто из... Ну, в принципе, отряд получился неплохой. Поэтому пусть будет как-то так. Итак, насороженый свиной отряд из четырех героев. И сейчас мы посмотрим, как они справятся с терминаторами-тараканами. Удар локтя Биба Па из фильма. И враг расплющен. Отлично. Вот, второго терминатора-таракана попробует выбить Биба П Кролик. Очень мощный удар. Да, вот, противник повержен. Вот, а последнего пусть забросает рождественниками подарками Рокст и Кролик. Бросок-взрыв. И что же, и последний монстр в этой волне уничтожен. Переходим в следующий. Вторая волна. Итак, Рав, Кейси Джонс и вот роботы Крэнга. Вот, метая дубину, Рокст и Дисфильма пытаются выбить робота. Отлично. Зэк тоже... Это не Зэк, прошу прощения. Это Биба Писфильма. Атакует очередного врага, добивая. Супер. А вот Биба Кролик тем временем пытается излечить наш отряд поедая попкорн. Вот, просто-просто супер. Ну что ж, отряд восстановлен. Есть возможность еще забадать противника, что и делает Рокст и Дик Ролик. Ох, как здорово. Ну, как видите, враг повержен. Дальше метает дубину Рокст и Дисфильма и пытается расплющить Кейси Джонса. И у него, что удивительно, это тоже здорово получается. Просто-просто супер. Ну что ж, добрались мы с вами до третьей волны. Давайте-ка я посмотрю, кто здесь из противников наиболее серьезен. И, мне кажется, Микеланджело. Вот, Биба из фильма бросает гранату. Ох, ничего себе. Выбивает большинство врагов и героев. Ну, и мы, по сути, празднуем победу. Только осталось добить Дони. Выстрел из ружья приносит с ним победу. Нашему отряду, в смысле. Ну, как-то так. Что ж, вперед. Вот, победа на три звездочки. И я беру следующую команду. Наша награда это ДНК Микеланджело из мультика. Просто-просто супер. Ну что ж, друзья. Интересный был бой. И мы переходим к следующему. Вот, давайте-ка я высажу Рокстаги Носорогал. Вот, давайте-ка посмотрим, кто здесь у нас. Итак, Рокстаги Мультяшный. Тигриный коготь. Давайте-ка я тоже его возьму. Вот, надеюсь, нам не помешают. Вот, ну, пока как-то так. Вот, трудно сказать, что мы... Как мы будем дальше сразаться. Итак, давайте-ка я просто возьму Рокстаги с тигриным когтем. И посмотрим, умеют ли они вдвоем победить в этом отряде. Да, враг становится все сильнее. Все круче. Очень непросто будет его побеждать. Но, тем не менее, у нас есть шанс. И сразу же массовая атака тигриного когтя. Он пытается прожарить терминатора таракан и крыс. И, как видите, без проблем сметает первую волну. Переходим ко второй. На сей раз очередь Рокстаги. И он тоже поджаривает врагу при помощи огнемета, что и приносит нам дополнительную победу. А вот с третьей волной уже будет посерьезнее. Здесь нужен Донни и Лео. Прошу прощения. Донни и Кейси Джонс. Плюс гигантские роботы кранков. Тигрин и Когот тем временем рубит робота. Отлично. Снимает большую часть жизни. Кроме того, Тигрин и Когот стреляет по очередному гигантскому роботу, добивая врага. А вот теперь Рокстаги пытается забодать Кейси Джонса. Очень мощная атака. И что же? И враг повержен. Отлично. Донни прокачивает дополнительную защиту. Но это уже ему не поможет. Итак, Тигрин и Когот царапает. Вот и вот сейчас добьет. Да, 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 да. Противник повержен. Но у нас еще одна волна. Еще четвертая волна, в которой нас встречает Сплинтер, Лео из мультика, Эпл Куныщи и роботы кранков. Что ж, ничего страшного. Давайте-ка я попробую справиться с роботом. Отлично. Один. И да, обновилась массовая атака Тигриного Когтя. Выстрел из лазерного пистолета. Уничтожает большинство врагов. А последнюю точку ставит Рокстаде. Метнул каменную глыбу и раздавил Лео. Из мультика. Ну что ж, друзья. Как-то так. Вот мы празднуем победу. И наши герои очень даже неплохо сработали. Так, наша добыча. Это ДНК Эпл Кунаичи. Что, конечно же, здорово, радует. Вот супер. Вот переходим к шестому эпизоду. Давайте-ка я вот что-то поменяю. Кого бы пригласить? Очень трудно сказать. Состав. Ну, давайте-ка, друзья, еще раз на то пошло. Я возьму Шредера из мультика. Да, у нас Шредер классический. Супер Шредер участвовал. А вот мультяшных героев как-то не очень. Да, возможно, было бы взять героев посильнее. Но, мне кажется, давайте-ка я возьму тех, кто сегодня еще не участвовал. Итак, Шредер из мультика. Бакстер Стокман. Вот смотрю. Вот. Итак, Рокст и Кролик. Ну, давайте-ка, друзья, еще возьмем Рокст и Билба по Кролика. Вот этим отрядом и пойдем в битву. Вот в крайнем случае на праздничном столе у нас будет свинина. Супер. Итак, первым делом мощнейшая атака Шредера из мультика. И первый из роботов уничтожен. Отлично. Вот дальше подключаем гранатомет-морковку. Опять же, мощный удар. Враг повержен. Ну, а последнего, я думаю, должен добить Рокст и выстрелом из водного ружья. Ага. Не получилось. Что ж, тогда ракетный удар Бакстера Стокмана должен завершить вот эту миссию. Ну, как-то так. Вот, переходим к следующей волне. И здесь гигантский робот плюс куща мелких. Вот. И для них есть сюрприз. Шредер из мультика. Призывает Ниньс. Сам идет в атаку и шутя сметает сразу же всех врагов. Отлично. Третья волна. Опять же, просто куча роботов. Что ж, я думаю, друзья, без прокачки иммунитета тут нельзя. Пусть Биббаб Кролик помедитирует. Усилит наших героев. Отлично. А вот теперь давайте-ка попробуем их забросать гранатами. Мощнейшая атака Рокса из мультика. Да, 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 да. Вторая. Нет, это была третья волна уничтожена. Мы переходим к финальной четвертой. Вот кто здесь у нас. Кейси Джонс, Лисичка Лапекс, Раф мультяшный и все. Ну, кроме двух роботов. Что ж, посмотрим, что я могу сделать. И Бакстер Стокман выпускает ударную волну, пытаясь подорвать вражескую систему. Выживает. 1% где-то. Ну, маловато, маловато осталось жизни у Кейси Джонса. Давайте-ка мы вначале подлечим наш отряд. Вот так. Супер. И попробуем добить при помощи водного ружья Бибба по Кейси Джонса. Ну вот, друзья, победа. Общими усилиями запинали. Немножко это затянулось, но победа получилась хорошая. Замечательно. Итак, давайте-ка соберем награду. Это ДНК Лисички Алапекс. И я попробую взять 7 эпизод. Вот, что мне, надеюсь, трудно сказать. Давайте-ка посмотрим, что здесь у нас есть. Итак, за мутантов играли, за людей играли. Вот, возможно, собрать 3 шредера. За 3 их мы играли, но одиночными режимами. Вместе еще не играли. Мне кажется, это тоже было бы интересно. Ну что ж, тогда начнем. Кстати, друзья, мы можем попробовать сыграть с конца. Вот, взять кролика, взять вот шредера из мультика. Взять Бибба, это у нас кролика классического. И еще добавить и Ким Тигринова Когтя. Вот, надеюсь, друзья, этого хватит, чтобы победить. Что ж, посмотрим. Целых 5 волн в данном эпизоде. Бой будет, чувствую, очень непростой. Вот, враг поднялся по уровню, но надеюсь, что этого хватит. Итак, сразу же, друзья, начнем с мощнейшей атаки. И наши кролики трансформируются в огромного адробота и пытаются прожарить врага мощной лазерной атакой. Отлично, первая волна уничтожена. Переходим ко второй. Опять же, целая куча роботов. Целая куча роботов. Интересно, кто сумеет их добить. Вот, не знаю кто, но бой начинает шредер из мультика. Прыжком сверху он выбивает гигантского робота Крэнга. Отлично. Вот, Тигрин и Коготь пытаются подморозить очередного робота. Отлично. А Крэнг классический тем временем призывает технодром, чтобы он своими пушками уничтожил все на своем пути. Мощнейшая атака, взрыв. Сметено. А как же дальше? Итак, третий эпизод. Здесь тоже все непросто. Стоят роботы, но у нас есть особая обилка от кроликов. И они, трансформировавшись в плазменную пушку, поджаривают врагов, выбивают большинство из них. Вот так. И я думаю, без призыва никак не обойтись. Шредер из мультика призывает своих солдат. Идет бой, выбивает врагов, что и приносит ему победу. Вот, замечательно. Итак, еще одна волна. На сей раз мы будем уже сражаться с Микелан, Джиллом и Лео из мультика. Плюс морозная кошка, плюс опять же роботы. Что ж, нету выбора. И тигриный кокоти рубит этого робота. Отлично. Он выбьет с первого удара. Вот, замечательно. И, кроме того, давайте-ка я попробую вот сражаться. Ну, давайте-ка, друзья, все-таки за Лео. За Лео будем сражаться. Вернее, против Лео. И пусть его накроет ядерной бомбой от кранга классического. Взрыв. Ну, половину удалось снять. Это все, что получилось. Но, тем не менее, кролики, трансформировавшись в очередное устройство, нанесли мощнейший удар и выбили вражеского Лео. Хорошо. Да, вот, кроме того, давайте-ка еще исцеляться. Вот, прошла обилка супершедера, и у нас прошло восстановление. Замечательно. Ой, и так, тем временем, Микеланджело из мультика «Пукужит попкорн». Он раздувает нашу пищу. Ну, как-то так. Что ж, друзья, итак, давайте-ка усилим нашу атаку. Для этого кранг, вынимая себя же и своего комбинезона, наверх, наверное, чтобы лучше видно было. И кто же нанесет первый удар? Это, оказывается, Шреддер из мультика. Он тайно ходил. И да, 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 вот прошел удар. Большую часть удалось снять. Как видите, враг выживает. А дальше вот тигриный коготь, как миник, выбивает, выбивает очередного врага. И это победа. Мы угощаемся и пробуем сырные борожины. Ну, что ж, это было здорово. Итак, друзья, переходим дальше. Давайте-ка добьем этого врага. И выполним миссию. Вот еще, оказывается, друзья, еще одна волна, в которой нас встречает девчонки сеньгами, Карай и Эпил Кунаичи. Вот я посмотрю, что сделается. Крэнг метает свой шар в руку, выбивает первый из врагов. Отлично. Вот дальше Шреддер из мультика попытается справиться с футом. Вот, замечательно, что у нас там. Итак, давайте-ка пусть тигриный коготь попробует зацарапать. Кара не получилась. Возможно, еще удар. Вот, ой-ой-ой. Итак, враг пока выживает. Но это пока еще не все. Нужно усиливать тренировки. Так, давайте-ка я что-то попытаюсь еще сделать. Вот, ну, пока как-то так. Ой-ой-ой. Смотрите, что делается. Вот, итак, мощнейшая атака Шреддера из мультика. И очередной враг должен быть повержен. Прыжок сверху есть. Фут уничтожен. И мы празднуем победу. Просто супер. Ну вот, друзья. Итак, мы добрались, по-моему, до финального эпизода. Если я не ошибаюсь, сейчас посмотрим. И да, наша награда это ДНК с синегами. Да, друзья. Финальный восьмой эпизод. И для этого эпизода мне нужны самые сильные бойцы. Потому что враг будет очень-очень непрост. Что ж, высаживаем пока героем. Беру Багстера Стокмана. Беру Стиранка. Беру, 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 беру. Вот, кого бы еще взять. Маловато все-таки. Вот, герои в отряде. Так, давайте-ка я возьму кроликов. Вот. И возьмем Шреддера из мультика. И возьмем Лео из мультика. Чтобы уже все яркие и прикольные герои у нас участвовали. Ага. Вот, Лео так и так будет участвовать. Что ж, тогда давайте-ка я вот посмотрю, какого же все-таки. Кому что дать. Итак, давайте, наверное, все же я. Все же, все же, все же, все же, все же, все же. Либо, либо, вот, Зек, либо Шреддер. Трудно сказать. Трудно сказать, кого бы взять. Ну, давайте, наверное, все-таки я возьму кренка классического как-то так. И попытаемся этим отрядом как-то отбиться. Что ж, посмотрим, что из этого получится. Вот, первая волна, куча роботов и сразу же сюрприз относительно массовой атаки. Кролики трансформируются в огромного робота и шутя сметают всю защиту. Вот, просто супер. Отлично. Первая волна уничтожена. Переходим ко второй. Со второй, надеюсь, тоже что-то у нас получится. Видите, целая куча гигантских роботов. Вот, и сразу же Шреддер из мультика призывает своих няньц. Сам посылает, идет в бой. И выбивает, вот, большинство здоровья уражеского отряда. Но некоторых здоровье еще теплится, опять же, ненадолго. Вот, ядерная бомба кренка, вот, добивает врагов, что и приносит нам победу. Неплохо. Вот, замечательно. Итак, третья волна, в которой уже встречается сама лисичка Алапекс, Кейси Джонс и Раф из мультика. Вот, ничего страшного. Вот, Баксер Стокман тем временем выпускает ударную волну, которая должна смести врагов. Не получилось. Как видите, выживает. Выживает. А если еще удар гранатометом, выстрел, взрыв и победа. Просто-просто замечательно. Итак, переходим, друзья, к следующей волне, в которой нас ожидает куча девчонок. И нет, нет ни единого шанса, так как, вот, используем лазерный плазменный удар и пытаемся выбить большинство врагов. Те выживают. Но, опять же, я думаю, ненадолго. Давайте-ка мы подлечимся. Отлично. И нанесем сокрушительный удар еще при помощи, вот, при помощи этого снаряжения. Итак, что у нас получается? Вот, итак, мы переходим, друзья, к финальному бою, к финальной битве, в которой нас ожидает учитель спринтер и четыре черепашки из Ниндзя. И как круто выглядит. У нас довольно-таки крутые бойцы и у врага. Тем временем, Бакстер Стокман выпускает ударную волну, поджаривая всех врагов, налаживая негативный эффект дебапы, постепенное уменьшение защиты. Ну, и вот точку поставить стиранка, просто выстрелом из пулемета, вот, добивая оставшихся врагов. Как-то так. Что ж, друзья, победа, победа, враг разгромлен, и мы празднуем идеальную победу. Вот наша награда, это ДНК спринтера. Что ж, у нас все получилось сегодня. Я на этом уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Испытание «Городская война. Тени на солнце пройдено». Итак, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, кого из героев прокачиваете в следующем видео. Я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правый верхний угол на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. До новых встреч.